чтобы простым людям избежать втягивания в информационную войну нужно мне не втягиваться все предельно просто нужно обладать свободным сознанием не давать себя идеологически зомбировать кому бы то ни было не принимать решение и не создавать представление о тех или иных событиях или людях исходя из том что о них пишут то есть необходимо верить в окончательной редакции только себе что вы видели что вы знаете впоследствии может быть исходя из своего опыта и не быть категоричными потому что обыватель очень любит наклеить ярлык и потом ничто уже его не сможет убрать что касается меня то безусловно я на себе испытываю постоянно вот воздействие так называемая ну не информационной может быть войны в целом но определенного информационного воздействия со стороны конкурентов со стороны недружественных средств массовой информации со стороны обиженных людей завистников так далее так далее я бы здесь разделил сразу на две категории граждан это так или иначе публичные люди и все остальные вот публичным людям не я считаю мое мнение не стоит на это реагировать потому что в итоге вся правда все тайное она рано или поздно становится явным поэтому нужно уметь ждать что касается людей не публичных то им не реагировать крайне сложно в этом случае может быть имеет смысл воспользоваться нормами права и привлечения к ответственности распространить или недостоверной информации а публичным людям я убежден нужно это все игнорировать и своим делом и жизнью опровергать те ту ложь которую о них распространяют но немножечко не туда мы ушли информационный вода в плане да россия украина россия запад вот вот об этом да то есть не о ложной информации хотя там тоже ложной информации хватает а именно о какой-то международных каких-то вещах да и столкновение вот этом в интернете как как избежать вот этих журналов да вот эту ну это же постоянно да то есть ну да чтобы до приличном кабинета а это слово называется хохлосач да вот 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 да и все таки думают вот написал же он что а вы там русские там вообще да как не ответить вот как я считаю я считаю вот для того чтобы не бы не быть втянутым в информационную войну нужно верить тому что вы видели или знаете лично не то что там через десятые руки кто-то рассказал и так далее какие-то байки небылицы нужно смотреть на себя как изменилась лично твое твоя жизнь отношение к тебе со стороны тех или иных лиц я вот могу сказать вот конкретный пример я зимой катался на лыжах в австрии и я видел в одном отеле за ужином две очень состоятельные семьи одна российская другая украинская чуть ли не до не знаю до драки спорили о том значит кто прав а кто виноват при этом обе семьи обеспечены не испытывают никаких сложностей трудностей и вот они никто не хотел никому уступать при этом жизнь обоих семей очень даже и и неплохая я считаю что не нужно обычным людям заниматься политикой каждый должен заниматься своим делом и если вам на сегодняшний день хорошо ничто вам не мешает там не не россияне не украинцы не поджигают там ваши дома не знаю там не не проявляют насилие в общем то нужно ко всему относиться с определенной долей скептис скептиса да то есть вот не верить всему тому что пишут а пропускать может быть свой сквозь какую-то призму и может быть не одну ну как то так